Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. День жестянщика прошел или еще впереди? Сколько стоит поменять автомобильные колеса в этом сезоне? Место, которое растит и раскрывает таланты, 105 лет исполняется Самарскому государственному университету. Автоград основан еще в 1737 году. Факты, которых мы не знали о Тольятти, раскроются на выставке в музее Алабина. Среди бегущих первых нет и отстающих. В Самаре прошел каникрос, забег собак вместе с владельцами. Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о реализации нацпроекта «Культура» в Самарской области заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой. Совещание прошло в режиме ВКС. Благодаря нацпроекту в 2024 году в регионе капитально ремонтируют сельские ДК, школы искусств и театры. Построено пять модельных библиотек. Один из главных вопросов – завершение ремонта театра юного зрителя «Время тайн» в Новокуйбышевске. Этот объект имеет большое значение как для города, так и для региона в целом. Он служит центром развития для учащихся театрального отделения городской детской школы искусств. Сейчас техническая готовность объекта 80%. Работы будут полностью завершены до середины декабря. Управлению МВД России по городу Самаре исполнилось 45 лет. С юбилейной датой сотрудников поздравили начальник областного главка полиции Игорь Иванов, руководитель городского управления МВД Дмитрий Урюпин, исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков и другие почетные гости. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. 45 лет на службе Отечества. 13 ноября 1979 года в областной столице было образовано городское управление внутренних дел. Все эти годы на сотрудников полиции была возложена одна из самых трудных и ответственных задач – защищать людей, стоять на страже закона и порядка. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, они с честью выполняли и выполняют сегодня свою работу, продолжая дело своих предшественников. За достойную службу правоохранителей поблагодарил руководитель областного главка полиции Игорь Иванов. Коллеги, гарнизон большой. В Самаре два строевых полка, один батальон, десять отделов полиции. Штатная численность личных составов более 4 тысяч человек, но и нагрузка колоссальная. Уверен, что личный состав самарской полиции в состоянии справиться с любыми вызовами. Сегодня я хочу поблагодарить за все, что сделано. Сделано очень много и вклад Самары в областные показатели значительный. Поздравляю, желаю счастья, здоровья, благополучия. Вы справитесь с любыми проблемами. К самарским сотрудникам полиции обратился и исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Разрешите от лица жителей Самары, от своих коллег, от себя лично поздравить вас с 45-летним созданием управления МВД по городу Самара и с прошедшим праздником, профессиональным праздником День работника МВД. Очень часто мы, жители, не ценим, иногда и не понимаем, что вы делаете. Но, когда у нас что-нибудь случается, мы первые к вам обращаемся за помощью именно к вам. Я от всей души хочу поздравить каждого из вас, пожелать каждому из вас хорошего настроения, здоровья, благополучия дома и чтобы на работу вышли с удовольствием, а с работой еще в большем удовольствии. С октября 2022 года городское управление полицией возглавляет полковник Дмитрий Урюпин. В рядах правоохранителей он уже 25 лет. Отмечает, что сотрудники полиции чтут традиции, заложенные предшественниками, и в сегодняшних непростых условиях с достоинством несут службу на благо жителей города. Управление развивается динамично, отвечает всем требованиям современных реалий. У нас раскрываемость составляет 52%. У нас в настоящий момент нераскрытых убийств. Мы сократили количество грабежей на улицах. За данный период времени мы успешно провели массовые спортивные мероприятия. Провели крупнейшие, скажем, в стране события. Это как выборы президента, выборы губернатора. В настоящий момент наши сотрудники успешно справляются несут службу новых регионов. Собравшимся рассказали об истории создания самарской полиции, которая появилась еще в 19 веке, а затем неоднократно реорганизовывалась. Отличившихся сотрудников органов внутренних дел наградили медалями, дипломами и благодарственными письмами. Среди награжденных за образцовое исполнение служебных обязанностей старший сержант полиции Никита Холодных, который отучился в кадетской школе, отслужил в армии и уже 4 года охраняет покой жителей Самары. Для любого гражданина достойное дело носить свой вклад в организацию охраны общественного порядка, общественной безопасности, чтобы наши граждане никогда не боялись ходить поздно ночью по улицам. У них не возникало мысли о том, что какие-то противоправданные действия могут в их адрес произойти. В завершении для гостей мероприятия организовали концертную программу. Я освободила душа, я поднимаю свой уклад. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Завтра в Самарской области пойдет сильный снег. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. Многие водители уже переобулись, а тем, кто не успел, следует поторопиться. Как подготовить автомобиль к холодам и какие колеса лучше – шипованные или липучка? Узнала Елизавета Прокопенкова. День жестянщика в этом сезоне уже случился, когда выпал первый снег. Но до сих пор не все водители успели переобуть своих железных коней. Чего не скажешь о Евгении Соколове. Он за рулем больше 10 лет. При смене резины ориентируется на температуру воздуха. Если она держится около недели на отметке 5 градусов и ниже, пора переобуваться. Ничего страшного, если будет плюс 5 и выше, поездим на зимней резине. Но лучше раньше, чем позже. Я придерживаюсь старых правил, я езжу на шипованной резине. Хотя у нас сейчас много где асфальт, но лучше, наверное, все-таки ездить на шипованной резине. Но это мое личное мнение. Шипованную резину считают лучшим вариантом и шиномонтажники. Алмаз Барагимов работает в автосервисе 8 лет. Говорит, что шипы для русской зимы – необходимость. Особенно для регионов, где часто случается обледенение дорог и выпадает много снега. Липучка подходит для случаев, когда приходится много ездить по накатанному снегу и мокрому асфальту. Алмаз советует переобуваться пораньше, не дожидаясь устойчивых заморозков. Потому что у летней резины при температуре ниже 7 градусов снижается сцепление. На резину тоже влияет, давление падает, становится как камень. Когда колеса нагреваются, машина нагревается, начинает бум-бум-бум ехать. Ну, как камень кидайте, вот по асфальту можем. Как прыгать, то же самое. Нет, легче лучше переобуться. И дорогу держать хорошо, и шипы как бы, и надежные. По техническому регламенту использовать зимние шины нужно с декабря по февраль. В противном случае вы не только рискуете жизнью и здоровьем на скользкой дороге, но еще и задержимым кошелька. За поездки на летней резине зимой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин, События. И еще одна актуальная тема этих дней, которую обсуждают на уровне Государственной Думы. Квадробинг. Что это необычный вид спорта, модная игра или опасная субкультура? На волне его популярности ликуют маркетологи. В 50 раз выросли продажи костюмов животных, а заведение общепита анонсирует спецобслуживание для квадроберов. С виду эта субкультура выглядит как невинная детская игра. Но звучит и версия, что в глубине души юного квадробера живет зверь. Как не перейти границы разумного в процессе игры, и что думают психологи по поводу возможного запрета квадробинга в России, расскажем далее. Маски, пушистые хвосты, мягкие лапы, звериные звуки и повадки. Когда актеры вживаются в роль, в этом проявляется их мастерство. Но если такую игру заводят не на сцене, а в обычной жизни, и главными героями становятся дети. Увлечение квадробингом в семью Марии пришло несколько лет назад, еще до официального появления этой субкультуры в нашей стране. Началось все с серии книг, в основе сюжета которой перевоплощение подростков в животных. По словам Марии, идея подражания животным сводилась к изготовлению костюмов и масок. Образ дети создавали своими руками. Их творческий настрой родители поддержали. Сначала берется основа, потом нужен фетр обязательно на глазах. С обратной стороны такая канва, прям вот как для вышивания похожая ткань, использовалась, чтобы не было видно глаз. Пришлось вот купить клей, пистолет, как бы тоже это не ПВА. Сначала мы, конечно, начинали там с бумажного клея, закупали по 5-6 штук. Вот, и потом стало все это более серьезно. Прям сидят мастерят. И с одной стороны и классно, потому что вот, да, тоже можно с помощью клея всякий объемчик добавлять на маске. Потому что не в гаджетах. Прыжки и подражание животным тоже стали частью увлечения. Разминка, тренировки и записи на видео стали частью семейного досуга. Мое беспокойство заключалось в том, что когда они уже выходят на улицу, начинают прыгать непосредственно на траве или где-то еще, что очень много упора, усилий, напряжения идет в суставы. Вот, и когда приземляются они из прыжка, вес всего тела на руки идет. Вот, но они делали разминку. То есть они мне прям говорят, мама, мы прогреваем руки, там, тырым-тырым. Прям какая-то у них там была своя зарядка. Врачи подтверждают беспокойство Марии. Во время передвижения на четвереньках и прыжков с приземлением на руки повышается риск травм в области плечевых суставов и запястьей. Нестандартную нагрузку получает и позвоночник. Творчество и спорт еще не вся подноготная квадробинка. О том, что в нем скрыта целая философия, мы вместе с нашей героиней узнали прямо во время записи интервью. Ее дочь рассказала, что считает себя тирианом. Квадробинка – это спорт, а тириантропы – это как духовная связь с животными. Тириантропы обычно чувствуют себя зверем, заточенным в теле человека, или то, что в их теле заточен зверь. Ну, как в сердце, в душе. И с помощью квадробики они проявляют этого зверя. Я думала, вы просто прыгаете. Квадробика, или бег на четвереньках, зародилась в Японии. Основатель этого необычного вида спорта вошел в Книгу рекордов Гиннеса, пробежав 100-метровку за 17 секунд. В России квадробинг появился в 2024 году. Он осел в детско-юношеской среде, занял не спортивную, а скорее развлекательную нишу. И претендует на звание субкультуры. Самыми популярными животными у квадроберов считаются кошки, лисы, собаки и волки. По данным в ЦИОМ, большинство россиян убеждены, что увлечение детей и подростков квадробикой – следствие внешнего социокультурного влияния соцсетей и интернета. А треть опрошенных считают, что причина кроется в плохом воспитании и образовании. Почти каждый четвертый россиянин считает увлечение ребенка квадробикой поводом для беспокойства родителей. По мнению психологов, сама по себе игра в животных не представляет опасности. Но играть в зверя не равно считать себя им, когда игра заканчивается. Сам по себе квадробинг, если он носит форму детской игры, точно так же, как и любая другая игра, содержит в себе на самом деле развивающий потенциал, бояться этого не надо. Другое дело, когда взрослые в это включаются и остаются внутри такого взаимодействия, тогда да, тогда это может вносить определенное изменение в формирование «я-концепция» и идентификацию ребенка. Нужно очень четко знать время и место и не включаться, не вовлекаться в это, как в какое-то безумие. Тема квадробинга – одна из обсуждаемых на уровне Федерального собрания Российской Федерации. Предложения законодательно урегулировать эту субкультуру звучат и в Совете Федерации, и в Госдуме. Мнения законотворцев разделились. От полного запрета квадробинга в России и лишения родительских прав родителей детей-квадроберов с привлечением их к уголовной ответственности, до предложений не рубить с плеча, а знавательно взвесить все «за» и «против». Законодатель должен, как и врач, исповедовать принцип «не навреди». Излишний законодательный зуд не всегда полезен. И когда ты работаешь над инициативой, ты должен заранее понимать, для чего ты это делаешь. Одно дело для хайпа и пиара, да, политика предусматривает такие вещи. И совсем другое, когда ты работаешь на принятие этого закона, понимая, что он должен быть максимально реализуем. Где стоит граница между утренником в детском саду, где кто-то изображает собаку или кошку, и действительно полностью подражанию повадкам животных. Можно до абсурда довести, конечно же, любую самую здравую мысль. Надо действительно в этом разобраться. Мнения разделились и среди россиян. По данным ВЦИОМ, более 70% опрошенных считают, что квадробинг следует запретить либо контролировать его распространение. Только 19% поддержали идею подобного самовыражения. Галина Топилина, Николай Сидоров, Игорь Казановский, Константин Головин. События. Место, которое растит и раскрывает таланты. 105 лет исполняется Самарскому государственному университету. Вот уже более века в стенах ВУЗа знания получают студенты не только из региона, но и со всего мира. Здесь работают люди, которые оказывают влияние на научный потенциал страны. Подробности в сюжете Полина Челюковой. Физики и лирики, инженеры и журналисты, биологи и юристы. Эти стены за время своего существования видели не одну тысячу талантливых студентов и преподавателей. В этом году 105 лет исполняется одному из старейших ВУЗов региона – Самарскому государственному университету. Сейчас к этому названию добавили слова «национальный исследовательский». Ведь ВУЗ теперь состоит из двух учебных заведений – Самарского государственного университета и Самарского государственного аэрокосмического университета. Одна из старейших кафедр юридического института – кафедра государственного и административного права. С 2000 года ей завидует профессор Виктор Полянский. Главной целью и все задачи, которые определяются по достижению этой главной цели, это все равно у нас научно-образовательный процесс. Образовательный здесь определяющий жизнь и наших преподавателей, и наших студентов. Наша задача – готовить юристов вообще-то широкого профиля, но и в том числе дополнительные специализации их по направлению государственного права, публичного правового. Огромный вклад в развитие не только университета, но и города внес заведующий кафедрой российской истории профессор Петр Кобытов. Работает в университете 52 года, заведует кафедрой 40. Это благодаря его трудам, а также поддержке неравнодушных горожан, Куйбышев 25 января 1991 года переименовали в Самару. Кроме того, памятник Михаилу Ломоносову и плитку на дорожке, ведущей к университету, появились тоже благодаря стараниям преподавателей университета, в том числе и Кобытова. Кроме того, преподаватели добились и переименования улицы рядом с университетом. Теперь она не волжская, а имени академика Платонова. Таким образом, корпуса находится в академическом уголке. На кафедре собралась достаточно интересная группа ученых, выдающихся ученых, которые активно работают над проблемами взаимодействия власти и общества, исторической памяти, повседневной истории. И за эти годы нам удалось защитить около 160 кандидатов наук и свыше 30 докторов наук. Сегодня университет – передовая площадка для активных студентов. Его учащиеся и преподаватели – победители многочисленных престижных конкурсов. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Их объединяет любовь к родине. В Самаре в школе 123 прошел концерт, посвященный прошедшему Дню народного единства. В гости к школьникам пришли гости из Чувашского национально-культурного центра. Насыщенная концертная программа, улыбки и дух сплоченности. На праздники побывал и наш корреспондент Полина Чулякова. Яркие костюмы, песни на чувашском языке и любовь к родине. На сцене 123-й школы самодетельный коллектив «УЯР», что переводится как «День ясный». Его участники Галина Петрова и Валерий Долгов поздравляют школьников с прошедшим Днем народного единства. В программе песни «Родник» и «Чувашский вальс». Мы рады, что мы вот так как в школу приходим, наша диаспора, и работаем с детьми. Они все слушают, такие внимательные. Мы рады, что поднимаем дух патриотический у детей с малолетства. Наверное, это очень нужно нашему народу, особенно сейчас. Надо с детства приводить детям к любовь, к родине, к своему языку родному, потому что без этого, я считаю, будущего страны не может быть. Школьники прочли стихи, посвященные родине, исполнили танцы и всеми любимые песни. Патриотическое воспитание, наверное, в последнее время в приоритете вообще во всей воспитательной работе. Поэтому, конечно, это очень важно. У нас очень многонациональная школа, у нас начиная от вьетнамцев и заканчивая русскими, и казахи, и таджики, и очень много разных национальностей. И мы стараемся как бы сплотить вот именно в таких мероприятиях весь наш школьный коллектив. На праздниках мы показываем культуру, традиции разных народов с тем, чтобы подчеркнуть, что только вместе мы являемся единым многонациональным народом нашей страны. И только вместе представители разных народов можем решать любые задачи, которые стоят перед нами. Сегодня в самарских школах особое внимание уделяют воспитанию в школьниках уважения к дружественным народам и любви к родине. Торжественное мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулякова, Игорь Казановский, События. Автоград основан еще в 1737 году. Он носил имя Ставрополь на Волге, а с 1964 года имя итальянского революционера. В музее Алабина в течение недели можно будет узнать неизвестные факты жизни Тольятти. Наша съемочная группа побывала на открытии выставки. Окунуться в историю города Тольятти. В течение пяти дней гостей выставки «Самара» ждет насыщенная программа. Им расскажут о развитии промышленного, научно-технологического и туристического потенциала, а также познакомят с событийными мероприятиями Автограда. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах и послушать лекции от тольяттинских спортсменов. Спасибо большое за приглашение. Это очень почетно выступать здесь на выставке. В первую очередь мы развиваем наш регион, мы развиваем наш город. Что касается частности гонбола, он не стоит на месте, он развивается. Детская спортивная школа у нас очень большая. Я сама являюсь помимо всего еще и тренером детской спортивной школы. Поэтому мы стараемся вкладывать в наших детей все, делиться, так сказать, опытом. На открытии недели, посвященной городскому округу Тольятти, для посетителей выступили музыкальные и театральные коллективы. Каждый, кто рядом с тобой, ценит русскую душу, родные просторы. Люди готовы и смело идти, только вверх исполняя мечту. Насколько государственная город именовать Епифанией с греческого посвящения означает? Мудро уж больно, а чересчур. Стартовали спортивно, с такой энергией хорошей, позитивной. Я действительно не ожидала окунуться в такую энергетику. Энергетику любви к родному городу, энергетику любви к родному региону и энергетику любви к России. Выставка «Самара» в музее Алабина проводится по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Августина Охременко, Игорь Казановский и события. Среди бегущих первых нет и отстающих. В Самаре, в поселке Прибрежный, прошел каникрос. Это забег собак вместе с их владельцами. Тут главное не победа, а возможность вместе провести время. Подробности в нашем сюжете. Собака у Ирины Демидовской появилась год назад. Нануку, что в переводе означает «северный медведь», было три года, когда Ирина увидела и сразу поняла – этот пес ее. Сначала Нанук был боязливым, но ласка сделала свое дело. Теперь Ирина и Нанук не только друзья, но и команда. Пес знает слова «влево», «вправо», «вперед», «помедленней» и готов к любым авантюрам, лишь бы хозяйка была рядом. Так Нанук и Ирина приняли участие в специальных соревнованиях – забеги для собак и их владельцев. Он называется каникрос. Хаски – это, естественно, беговая собака. Как же с ней не бегать? Вы представляете, если с ней не пробежать хотя бы три километра в день, она с ума сойдет же. Она, знаете, как воет, когда я ухожу из дома. Я уже не первый раз с собакой бегаю. Это уже у нас, наверное, пятый или шестой забег. Поэтому интересно, как же его не пустить на забег. Я с ним каждый день бегаю практически дома. Бигаль Юта – опытный участник марафонов. Собаке уже 12 лет. Солидный возраст по пёсьям меркам. Но она по-прежнему полна сил и решимости обогнать всех. В лице хозяйки Екатерины нашла единомышленника. Она очень подвижная, несмотря на возраст. Ей очень нравится бегать. И дома она просто с ума сходит от безделия. Поэтому ей нравится, мне нравится. Да мне для удовольствия собаке и для реализации, наверное, себя. Потому что собака охотничья, подвижная. И нужно куда-то выплёскивать свою энергию. Каникрос прошёл в рамках трейл-марафона. Участие в нём приняли спортсмены-любители. А дисциплина трейла – это же как бы приключение. То есть вы бежите не просто где-то там по какому-то замкнутому кругу, а как бы отправляетесь в небольшой такой поход, приключения. Забег проходил в живописных местах посёлка Прибрежный на Грушинской поляне, чтобы в процессе бега марафонцы могли любоваться красивыми видами. Потому что для них бег – это прежде всего удовольствие. Виктория Шарая, Виталий Рылеев, Игорь Казановский и события. Далее вас ждёт обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чём они писали сегодня на своих информационных площадках. Более 4000 школ, детсадов и техникумов планируют капитально отремонтировать в России в период с 2025 по 2027 годы. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. В перечень объектов вошли 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. В Самарской области на 2024-2025 годы от муниципалитета в Министерство просвещения Российской Федерации было подано 115 заявок на капремонт школ, 33 из которых одобрены и принято в работу на ближайшие три года. Жители дома 3А по улице Арцебушевской объединились ради доброго дела сбора гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщает администрация железнодорожного района. Благодаря их инициативе удалось собрать необходимые вещи и ресурсы, которые помогут военнослужащим справляться с трудностями в полевых условиях. Администрация Ленинского района Самары напоминает, что при заключении контракта военнослужащему выплачивают 2 миллиона рублей единовременно и 4,5 миллиона за первый год службы. Кто может встать на защиту Родины? Мужчины от 18 до 65 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. После подписания документов все новобранцы отправляются в учебный центр только после подготовки на передовую. Заключить контракт на воинскую службу можно в военкомате, по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале госуслуги. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok